Приветствую всех! Ну что, уважаемые коллеги, как вам новость от Яндекса о повышении нижней границы рейтинга в премиальных тарифах? У меня вопрос к Яндексу. Вы не хотите ввести систему оценки пассажиров? Чтобы была честная игра, так сказать. А то иногда такие пассажиры попадаются, что лучше бы доплатить, чтобы не ввести их. Но вы водителей поставили в такие рамки, что водитель просто вынужден выполнять эти заказы, вынужден ввести вот этих неадекватов, пьяных и прочих, лишь бы его рейтинг не упал, лишь бы он не потерял доступ к тарифам. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я хочу рассказать о том, как работать в такси, именно в такси, выгоднее в качестве индивидуального предпринимателя или в качестве самозанятого. Я расскажу о своем опыте. Я работал и так, и так. Я неоднократно уже упоминал в своих предыдущих видео о том, что я работаю как самозанятый. В этом качестве я зарегистрировался в ноябре прошлого года, когда я снова вернулся в такси. До этого у меня был перерыв больше года. И в предыдущий период я работал и через парки, и как индивидуальный предприниматель. Но так как потом у меня пропала необходимость иметь статус индивидуального предпринимателя, я закрыл свой ИП. Но тем не менее, мне еще пришлось заплатить 37 тысяч рублей взносов в Пенсионный фонд России. Но когда я снова вернулся в такси, то я решил зарегистрироваться именно как самозанятый, потому что я рассчитывал на то, что мое возвращение будет на непродолжительный период. И как оказалось, стать самозанятым проще всего. Это занимает буквально 10-15 минут. Все, что для этого нужно, это нажать на кнопку «Стать самозанятым» в таксометре. И уже следуя инструкциям, перейти по ссылкам, скачать приложение «Мой налог». И уже в этом приложении указать свои данные. И нажать на кнопку «Подтвердить» «Все, вы самозанятый, можете работать». И вот, проработав 3 месяца в качестве самозанятого, накопив какую-то статистику, накопив какой-то опыт, я решил сравнить этот вид налогообложения с традиционным ИП. Сравнивать буду 2 вида. Это самозанятые и ИП на упрощенке 6%. Итак, самое главное и принципиальное отличие самозанятого от индивидуального предпринимателя в том, что индивидуальный предприниматель обязан платить в ПФР взносы в размере 41 тысячи рублей и плюс 1% свыше дохода 300 тысяч рублей в год. Ну, эти взносы можно вычитать из налога на доход. Самозанятый же не обязан платить никаких взносов в пенсионный фонд. Он делает это исключительно на добровольной основе. Здесь уже нужно учитывать приоритеты конкретного человека, либо сам платит какие-то взносы, либо не платит ничего в свете последних пенсионных реформ. Все вот эти взносы в пенсионный фонд вообще теряют какой-либо смысл. Деньги проще в матрасе хранить, больше останется. Итак, едем дальше. Что касается взаимодействия с налоговыми органами. Если индивидуальный предприниматель обязан считать налоги, делать авансовые платежи, сдавать декларации, а у многих для этого нет либо времени, либо знаний, и индивидуальные предприниматели вынуждены прибегать либо к услугам бухгалтеров, либо к каких-то сервисам по сдаче этих всех отчетов налогового, то в случае с самозанятым сдавать никаких отчетов не нужно. Все считается автоматически в приложении. Нужно просто в начале месяца следующего за отчетным нажать на кнопочку, заплатить налог, и налог будет списан с карты, привязанной к приложению, и все, вы отчитались перед государством. Никаких штрафов за неправильно оформленные декларации или за не вовремя сделанные взносы в ПФР вам не грозят. Единственное, на что вы можете нарваться, это пени за просрочку платежа. Но там пени не такие большие. У меня была просрочка где-то две недели, по-моему. И за эти две недели накапали пени в размере 40 рублей, и сумма налога составляла 15 тысяч рублей. Так, едем дальше. Налоговая ставка. В случае с индивидуальным предпринимателем налоговая ставка 6%. У самозанятого же налоговая ставка 4% при оказании услуг физическим лицам, и 6% при оказании услуг юридическим лицам. В случае с Яндексом это так называемые корпоративные заказы. И у самозанятого есть еще разовый налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который снижает налоговую ставку до 3% при работе с физиками и до 4% при работе с юриками. Пока вот эти 10 тысяч не израсходуются, ставка будет на таком уровне. А потом она повышается до того уровня, который я звучал выше, 4 и 6% соответственно. Но пусть вас не вводит в заблуждение то, что процентная ставка у самозанятого ниже по сравнению с индивидуальным предпринимателем. Дело в том, что у ИП налог считается от поступления на расчетный счет. То есть от той суммы, которую вам агрегатор перевел уже за вычетом своей комиссии. У самозанятого же налог считается от общей суммы, включая комиссию агрегатора. Допустим, если вы выполнили заказ на 1000 рублей, то вы заплатите налог с этой 1000 рублей, невзирая на то, что Яндекс, допустим, удержит с этой 1000 рублей свои 30%. Причем Яндекс тоже платит налог с той комиссией, которую он получает. И здесь у нас уже проявляется двойное налогообложение. И пришла очередь поговорить об ограничении дохода для самозанятого. Он составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. И налоговая ставка 4,6% распространяется именно на эту сумму. Та сумма, которая будет заработана сверх вот этой планки, она будет уже облагаться по ставке 13%. Налог на доход физических лиц. Кстати, 2 миллиона 400 тысяч рублей, это 200 тысяч рублей в месяц. Привоз, я напомню, что вместе с комиссией. И, допустим, у меня размер ежемесячного привоза превышает 200 тысяч рублей. То есть я уже не укладываюсь в эти обозначенные государством рамки. Главным плюсом самозанятого при сотрудничестве с Яндекс.Такси является то, что самозанятые могут покупать смены. Этим я, кстати, активно пользуюсь. Я частенько покупаю смены, особенно на выходные дни. И за счет этого я увеличиваю свой доход от 1 до 3 тысяч рублей за одну смену. Про покупку смен я как-то рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Ссылка на него будет вот здесь. Что ж, про основные различия между индивидуальным предпринимателем и самозанятым я рассказал. Но вот так вот сходу сложно понять, какая схема является выигрышной. Поэтому я сделал кое-какие расчеты, чтобы понять, сколько нужно отдать денег на налоги и взносы, работая по одной и второй схеме. Сразу оговорюсь, что расчеты были сделаны именно для деятельности такси. Для тортиков, репетиторства, резьбы по дереву и других видов деятельности результат может получиться совершенно другой. Так вот, с учетом того, что в случае работы как самозанятый, налог платится со всей суммы привоза, включая 30% комиссию агрегатора, а в случае работы в качестве индивидуального предпринимателя налог платится с той суммы, которая вам зашла на счет, налог с комиссией агрегатора не платится, но делаются взносы в Пенсионный фонд России. Итоговая сумма, которую нужно будет отдать государству, она в конечном итоге практически равна. Самозанятый заплатит на пару сотен рублей меньше. И ощутимая выгода для самозанятого появляется только в том случае, когда он имеет доход 25 тысяч рублей в месяц, или другими словами, привоз у него 36 тысяч рублей в месяц. В этом случае только взносы в Пенсионный фонд, который платит индивидуальный предприниматель, они в два раза превышают ту сумму налога, которую заплатил бы самозанятый. Итак, подводя итог всему сказанному. Плюсы самозанятого перед индивидуальным предпринимателем. Первое. Проще открыть, потом закрыть. Проще платить налоги государству. Не нужно делать никаких расчетов, не нужно нанимать бухгалтера и опять же платить ему за его работу. Второе. Есть возможность покупать смены. В этом случае выгода не намного, но возрастает по сравнению с ИП. И третье. Быть самозанятым выгодно тем, у кого доход непостоянный. Тем, у кого работа в такси это не основной доход, это лишь подработка. Сегодня работает, завтра не работает. Что же касается плюсов индивидуального предпринимателя перед самозанятым. При тех же платежах государству, индивидуальный предприниматель все-таки отчисляет какие-то деньги в Пенсионный фонд России. Но этот плюс размывается недавними пенсионными реформами. И говорят, что те индивидуальные предприниматели, которые платят взносы в Пенсионный фонд в минимальном размере, они получат минимальную пенсию. В этом видео я никого не призываю регистрироваться, либо не регистрироваться в качестве самозанятого. Решение принимаете вы сами, исходя из того, какая схема вам выгоднее. Я лишь хотел внести какую-то долю ясности при работе по той или иной схеме. Цели приукрашивать самозанятость или индивидуальное предпринимательство я не преследовал. Все честно, как есть. Понятно, что никому не хочется платить налоги, особенно при таких низких доходах. Но сейчас наступают другие времена, налоги платить нужно, и за этим очень строго следят. Ну а если вы посмотрели это видео и решили стать самозанятым, то воспользуйтесь кодом, который вам при регистрации даст 2 12-часовые смены работы без комиссии Яндекса. Код будет в описании к этому ролику. Ну а на сегодня все. Желаю всем больших заработков. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok